Мы выезжаем из города Куманово и по пути решили заехать на важный памятник, построенный со времен Балканской войны. Сейчас от него остались лишь руины, но когда-то он достигал почти 50 метров в высоту и был самым высоким памятником на всем Балканском полуострове. Он находится в красивом месте, где мы встретили первый македонский рассвет. Субтитры создавал DimaTorzok А дальше по плану Кокино. Это небольшая деревня, возле которой находится уникальное место, которое иногда называют македонским Стоунхенджем. Возраст около 4000 лет, и это один из четырех старейших в мире объектов такого назначения, наряду с Стоунхенджем в Великобритании. По сути, некоторые камни здесь обозначают время и место восхода Солнца и Луны, длину лунного месяца и другие показатели. Но кроме назначения, с высоты птичьего полета, это место выглядит удивительно. Субтитры создавал DimaTorzok После Кокино мы направлялись в деревню, которая была построена в кратере вулкана, и наткнулись на последствия недавних пожаров в Македонии. Когда видишь это по новостям, не осознаешь всего происходящего, но оказавшись здесь, начинаешь задуматься о более глобальных и важных вещах. Почему так происходит и что сделать, чтобы это предотвратить? Субтитры создавал DimaTorzok Но возможно это лишь круговорот. Природа обновляется и зарождается новая жизнь. Тем временем мы доехали до города Кратово. Вулкан, в кратере которого расположен город, не похож на типичные вулканические кратеры, ведь это был огромный вулкан сложного типа без единого жерла и взрывной деятельности. Сейчас Кратово маленький город, а когда-то это был мощный горный центр, в котором добывали железо, свинец, медь, серебро и даже золото. Возле него расположен каменный город Куклица, в который мы и направлялись. Каменные столбы, расположенные здесь, образовались естественными коррозионными процессами в последние 100 тысяч лет. Это очень редкое явление, для которого требуются особые условия. Таких мест в мире очень-очень мало. Кстати, эти процессы продолжаются и по сей день. Некоторые земные пирамиды разрушаются, а другие создаются. Местные говорят, что изменения можно увидеть в интервале 5-6 лет. Также это место называют долиной кукол, и оно включает в себя около 120 столбов, похожих на кукол. Самые крупные и известные это две фигуры, их называют женихом и невестой. Существует несколько легенд появления этих кукол. Наиболее известная из них легенда о мужчине, который не мог выбрать на какой из двух женщин ему жениться. В итоге, одна из них прокляла его и вторую женщину, и они обратились в камень. Летая в этом удивительном месте, я совсем засмотрелся на красоты и... В этот момент я почувствовал себя полным неудачником. Разбить дрон в первый день съемок – это тотальная фиаско. Но взял себя в руки, и мы пошли в лес его искать. Дрон застрял на высоте около 10-12 метров на полусухом тонком дереве. Благо, рядом были другие деревья, и я выбрал более-менее крепкое, полез на него и попытался достать дрон. В итоге, пришлось немного раскачиваться, и хоть это было опасно, другого выбора, к сожалению, не было. После нескольких неудачных попыток, все получилось. Дрон зацепился за ветки и просто повис. Он не пострадал, и я тоже остался невредимым. Координаты всех мест и другую полезную информацию я оставил в описании. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр и отличного завершения дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok